На торжественном открытии соревнований заместитель главы города курорта Сергей Козлов пожелал победы участникам и рассказал о перспективах развития спорта. И вот это самое главное, то что все понимают, что для нас сегодня важнее всего для всех руководителей, для тех, кто участвует, привлечь внимание молодежи, детей и в том числе и взрослого населения для занятия спортом. В этом как раз цель вот этого заключается нашего этапа, второго и первого этапа. Глава муниципального образования города Курорта-Анапа Сергей Павлович Сергеев стремится создать все условия для занятия спортом всем, абсолютно всем возрастным категориям. После торжественной церемонии участники начали соревнования. В программе несколько видов состязаний – легкая атлетика, мини-футбол, притягивание каната и гиревой спорт. Сколько раз подняли? С пять. А надо? Судя объявил. Чем больше, тем лучше. Я сам тренер по единоборствам. И в нашей подготовке бойцов, борцов, гиревой спорт, не гири, взятый еще архат со времен Ивана Поддубного, даже еще раньше. Очень много хороших силовых, то есть силовая выносливость развивается благодаря гирям очень хорошо. Для народа, что можно сказать? Это сила выносливость, это любая физическая работа и правильная постановка тела. В мини-футболе лучший результат показала команда «Олимп» управления образования. Уверенно перетянули на свою сторону канаты победу в этом соревновании спортсмены из команды Анапского сельского округа. Легкая атлетика покорилась команде из Гастагаевского сельского округа. В гиревом спорте по итогам личных состязаний в разных весовых категориях определили лидеров и наградили почетными грамотами. Это значимое достаточное соревнование для трудовых коллективов, потому что по итогам первого этапа сегодня у нас выступают те лучшие команды, которые есть у нас в сельских кругах или трудовые коллективы в городе. В чем мы сильны? Сильны? Ну, конечно, это передача опыта тех спортсменов, которые сейчас у нас есть в этих командах, потому что у нас в многих муниципальных возданиях есть ветераны спорта. Единство команды – это вот и есть сила, в общем-то, и залог успеха в дальнейшем, чтобы побеждать на более высоких уровнях соревнований. Муниципальный этап спартакиады трудящихся еще не завершен. На следующей неделе пройдут соревнования по шахматам и плаванию. По итогам всех соревнований из числа победителей будет сформирована сборная команда, которая примет участие в финальном этапе спартакиады 27 сентября в Станице Северской. Субтитры создавал DimaTorzok